Яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских. Трудно было перевозить наши пушки, и они смолкли. Спрашивают графа, что делать? Стоять и умирать, был ответ. Так описывает одно из сражений с Наполеоном участник той войны Сергей Николаевич Глинка. А этот лаконичный, ставшим известным ответ, принадлежит графу Толстому. Астерману Толстому. Герои войны 1812 года. Генерал Александр Иванович Астерман Толстой. У нас в гостях историки Александр Александрович Смирнов и Виктор Михайлович Безотосный. Александр Смирнов. Главный научный сотрудник Государственного исторического музея. Автор научных публикаций книг по истории Отечественной войны 1812 года. В том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала 19 века. Виктор Безотосный. Выпускник исторического факультета Московского государственного университета. Кандидат исторических наук. Заведующий отделом Государственного исторического музея. Автор книг и публикаций по истории войны 1812 года. Руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Насколько я знаю, мальчиком в три года, почти в четыре, он был уже приписан в армию. Не просто в армию, а в лейб-гвардии Преображенский полк. Это первый полк русской гвардии. Самый старейший полк русской гвардии. И старейший полк армии. Да, и старейший полк армии. И, конечно, это самое престижное назначение, как бы можно было ожидать для такого юноши. Но, наверное, потому, что он все-таки происходил из рода Толстых. Это не последний род в Российской империи. Мог поспорить и с царями по родословной своей. Кроме того, по матери, по матери, он был из рода Бибиковых. А Бибиковы – это такой значительный род, который сыграл большую роль. Там упоминается с 15 века род татарского происхождения. Но один из Бибиковых был, мало того, покорителем, усмирителем Пугачева. То есть, это о многом говорит. То есть, он принадлежал к сливкам петербургского общества по происхождению. Естественно, отец генерал-поручик, потом начальник кадетского корпуса, как бы предопределил его судьбу. И с ранних лет его записали. Он единственный сын семьи был. И его записали в Преображенский полк. И он там начал службу. То есть, в том, что его записали в три года, это было нормальное явление. Тогда это было нормально. Но вот сейчас некоторые говорят, зачем нам нужна армия, мы лучше пойдем куда-то в другое место. Рассуждали ведь раньше по-другому. Они рассуждали. Полагалось. Петр Первый ввел такой порядок, что каждый дворянин обязан пройти военную службу, если он, конечно, не больной человек. Ну, или гражданскую службу, военная. Причем он должен был начинать службу с рядового в армии. А вот чтобы обойти, ведь в России всегда так было, закон есть, но его всегда умудрились обходить. Принимает закон один человек, а думает, как обойти его в те остальные. Обходить закон и можно было как же? Соборным разумом. Записать его там в три года в полк. Этим же приказом, но вторым пунктом написать, полагать его в отпуске для обучения, образования на дому. И все. И вот это обучение, образование продолжаться могло 10 лет. И только когда он действительно уже взрослел и образовывался, тогда, а в это время его повышали в числе, в нижних чинах, повышали. А когда он уже получал первый офицерский чин прапорщика, ну, как правило, прапорщика, вот тут он и приезжал уже на действительную службу, но уже будучи офицером. Гвардия, она, ну, ее берегли, во-первых, она участвовала в военных действиях, но ограничена все-таки. Но дело в том, что после Петра Первого фактически не участвовала она в военных действиях. Дворцовых переворотов. Дворцовых переворотов, в основном специализировалась, да. На дворцовых переворотах. Тоже важная функция, да. Да. Но многие офицеры, понимая, что необходимо получить определенный опыт, отправлялись на театр военных действий. Или там волонтерами, или, так сказать, их посылали специально в качестве адъютантов. То есть многие же генералы имели адъютантов. Вот они прикомандировались в качестве адъютантов, и таким образом гвардия поддерживала свой боевой дух. И в частности, вот, в русско-турецкую войну, он же ведь в 17 лет получил, условно говоря, чин прапорщика, и потом уже отправляется во время русско-турецкой войны волонтером, фактически, вот, на театр военных действий. И впервые участвует там в сражении при Салче, при Бендерах, при неудачном штурме Измаила, а потом уже, собственно говоря, вот отличается при штурме Измаила. Он находился в рядах генерал-майора Дерибаса во флотилии. И как раз вот с берега, с береговой, десантом с береговым, он, как бы, штурмовал эту крепость. И получил немало, немного, но, наверное, все-таки совершил определенные действия, которые были оценены как орденом Святого Георгия 4-го класса. А тогда, особенно, это одни из первых награждений были. Тогда просто так, ордена не давали такого типа, вот, и только по статусу ордену. Личное мужество должно быть. Только личное мужество. Или надо было захватить... Кутузов тоже первую награду получил орден Георгия 4-й степени. Лично Екатерина II ему вручала. Но здесь, как говорится, лично император ему не вручал. Но факт, тот, что он получил Георгия 4-й степени, как первую награду, обычно начинали с низших наград. Начинали там с Анны, мог быть, Владимир 4-й степени, с бантом. А тут, конечно... А тут он получает Георгия, значит, действительно, как говорится, на виду всех было проявлено это мужество. Чем подпоручика имею. В общем-то, это... Это много. Орден Георгия. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Высшая войны награда в Российской империи. Учрежден Екатериной II в 1769 году для награждения офицеров и генералов за боевое отличие. Имел 4 степени. Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира. Орден Российской империи за военные отличия и гражданские заслуги. Орден был учрежден в честь князя Владимира Крестителя в 1782 году. Имел 4 степени и крест 4 степени с бантом и предназначался для награждения только за боевые заслуги. Орден Святой Анны был учрежден в 1735 году как частная награда. В 1797 введен императором Павлом I в иерархию государственных наград Российской империи. По статуту имел 3, затем 4 степени. По старшинству орден стоял на ступень ниже ордена Святого Владимира и был самым младшим в иерархии орденов Российской империи до 1831 года. При Екатерине был подписан указ о вольности дворянства. И он действовал. Дворянин мог не служить. Но уже за столетия русское дворянство привыкло служить Отечеству. И подавляющее большинство дворян находилось на гражданской, а предпочитало военную службу. Военная служба была предпочтительнее в глазах общества. И туда шли самые образованные дворяне. Ну а потом не было вот такого, скажем, презрения, что ли, к тому или иному виду службы. И дворянин мог несколько раз переходить из гражданской службы в военную, из военной в гражданскую и обратно. Ну там, или рангах позволял, там нет проблем. Да, ведь он же на том же уровне. То есть он ничего не терял. Ни морально, ни материально. Материально, скажем так. Управление мундира. Хотя он мог выйти в отставку с правом вношения мундира. Такое тоже предполагалось. И Астерман это сделал в самом деле. Как правило, так это и было. Астерман не исключался из списков армии, пока не помер. Поэтому это давало право носить. Тут важно подчеркнуть, что в это время уже все-таки в рядах русского дворянства сформировалась такая тяга именно служения Отечеству. А вот сам Астерман был показательной фигурой в плане того, что он принадлежал к архитектуральному слою, который фактически мало зависит от самодержавной власти. Пытались... Ведь как? Присягу принимали государю-императору. Государь-император олицетворял всю Россию, и русскую армию. А дворяне русские, во всяком случае аристократы, они считали, что они служат не только государю, но служат и государству российскому. И поэтому могли критиковать. И не только... Вот откуда дворцовые перевороты возникали? Они как бы пытались критически оценивать правление того или иного самодержца в том или ином виде. Ведь если бы этого не было, то не было бы и государственных переворотов, которые в 18 веке, как сказал один классик, были до смешного легки. И с этой точки зрения, вот такие люди, как Астерман Толстой, они представляли для самодержавной власти определенную опасность. Потому что это люди были самостоятельные. С одной стороны. С другой стороны... Тут важно еще, вот я бы хотел осветить такой момент, что в это время, вот чтобы показать, что представлял из себя Астерман Толстой, в это время, в это время, как бы господствовало две тенденции в области военного искусства. Была так называемая тактика колонны рассыпного строя. Она возникла незадолго. Совсем эта новейшая тенденция была. Вот в период войны за независимость Соединенных Штатов, там Франция участвовала на стороне Соединенных Штатов против Англии, где, значит, просто-напросто необученные фермеры, им так легко было, спокойно могли участвовать в боевых действиях. Почему? Потому что рассыпной строй и колонны. Прорывать линейный строй, который... Рассыпной строй – это строй. Это не рассыпанные, как хотят люди. Это строй. Просто-напросто они были подготовлены к этому. Просто они не в колонну, а в линию. Да, да, да. Парные посты. Да, то есть... А в то время, в то время, в XVIII веке, господствовала так называемая тактика, линейная тактика. Самым главным его представителем был прусский король Фридрих II. Его называли еще Фридрихом Великим. Но считалось, что он великий полководец. Правда, не в России, но в России тоже, наверное, многие его почитали. Но в принципе, в конце XVIII века эта тактика доминировала во всех феодальных государствах. И вот когда возникла ситуация, когда эта тактика стала применяться активно на полях сражений европейского континента, то сначала, когда французы ее с успехом применяли, потому что действительно большое количество волонтеров, не знакомых с военными действиями, им вот эта вот тактика колонны рассыпного строя была более подходящая. Но они терпели поражение, терпели, и у них были удачи. Но все военные специалисты считали, что это вот случайность. Случайность, тем более, вот даже итальянский поход Наполеона 1796 года, когда он завоевал Италию мгновенно практически, после этого был 1799 год, когда войска Суворова небольшой численностью фактически освободили Италию от французского господства. И вот после этого, уже в начале 19 века, вдруг грянул 805-й год, 806-й год, когда при Ульме австрийцы потерпели катастрофическое поражение. Потом, значит, небольшая армия Кутузова долго сопротивлялась, но при Устерлице снова потерпела поражение. Но тоже считали, что, ну, вроде бы случайность. А когда в 806-м году прусская армия, наследница вот духа Фридриха II, при Ени-Юрштадте в один день полностью была разгромлена, и Пруссия как государство практически перестала существовать, вот тогда военные специалисты поняли, что это уже была не случайность. Это была не случайность. И вот на передний план стали выдвигаться люди, вот подобно Астерману Толстому. Я не берусь судить, что вот он был такой поклонник наполеоновской тактики. Он сочетал многие, наверное, в себе качества, и чисто национального характера, и национальных каких-то военных традиций. Но, тем не менее, вот эти люди типа Астермана, они действительно оказались более подготовленными, подготовленными к ведению боевых действий, чем генералы старой школы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надо отдать ему, конечно, должное, что он своим умением руководить, ведь не случайно его делают и командиром дивизии, а потом и командиром корпуса, когда он, кстати говоря, добровольно пребывает в армию. Ну, сначала попадает к Витгенштейну, но первый месяц он там по существу как волонтер, не имея должности. И он приехал, опять же, он находился в отставке. Он поехал к императору для того, чтобы представиться и поступить на службу снова. Он перед войной незадолго ушел в отставку, вынужден был уйти, ну, вот эти ранения сказались и так далее. Он вернулся обратно и потом получает корпус. То есть учитывались его боевые заслуги, опыт его боевой, умения, потому что проявляться, вот это вот качество именно военной способности, они начали у него еще буквально с Измаила, а может быть и раньше, в первых же боях, умения. И оно же на виду происходит. То есть это же никто деда там под одеялом. Это же на виду, в сражении. Это видят и равные тебе, и это видят и старшие тебе. Главное для военного человека это репутация. И создается определенная репутация о человеке. Да, вот это да. Вот это вот действительно восходящая звезда, как Екатерина и считала, например, Кутузова, и поручала беречь его. Он еще был совсем... Ну, надо сказать, что вот он как раз с Кутузовым находился в родственных отношениях, потому что... Да, почему я и говорю многократно о Кутузове. Потому что жена Кутузова и мать Астермана были родными сестрами. То есть он был племянник Кутузова. Ну, практически да. В том, что племянник-то племянник, но вот когда вот мы с Виктором Михайловичем еще до начала передачи это обсуждали, вот не сказывается на прохождении им службы вот какая-то протекция со стороны Кутузова. То есть он стал это неприличным, Михаил Ильич. Ну, на самом деле Кутузов тоже участвовал. А может быть это и не нужно ему было. То есть он двигался и без этого достаточно успешно и хорошо. Ну, вот единственное, на чем мы сошли с Александром Александровичем, о том, что Кутузов до 91-го года командовал Бухским егерским корпусом, а потом был назначен сразу же послом в Константинополь. А Астерман Толстой, вернувшись в Петербург, из гвардии уже, получив чемпоручика, переводится в армию, но переводится в Бухский егерский корпус. Да, в 93-м году. Это в 93-м году, когда Кутузова уже не было. Возможно, Кутузов ему составил протекцию для перехода в армию и обозначил место службы, способствовал тому, что он попал именно в этот корпус. Ну, возможно, своему преемнику рекомендовал ему. Кстати, и почему, вот тоже буквально на ходу рождаются догадки, почему он мог ему именно рекомендовать егерский корпус? Тогда только создавалось такое соединение, как корпус, егерский именно. Считалось, что за егерями будущее. Не ошиблись, не ошиблись. Не ошиблись в этом. То есть тактика колонны рассыпного строя, егеря как раз играли большую роль. И многие-многие полководцы и генералы 12-го года прошли вот эту егерскую школу. То есть Барклай-де-Толи, Багратион, Багавун, многие другие. Егеря – вид легкой пехоты, предназначенный преимущественно для огневого боя в рассыпном строю. До середины 19-го столетия части егерей формировались из лучших стрелков. В России первый батальон егерского типа был создан полководцем графом Петром Румянцевым в 1761 году. В 1812 в составе российской армии находились два гвардейских и 50 армейских егерских полков. В 1856 году егерские полки были переименованы в пехотные. Но тут важно еще отметить, наверное, что событие, которое изменило его фамилию. Ведь он до этого был просто толстым. Но это позднее. Ну, конечно, позднее. Но как раз вот в 1996 году он знакомится со своими, ну, скажем так, дальними или близкими родственными. Трудно сказать. Дело в том, что его бабушка... Нет, можно сказать. Почему? Бабушка-бабушка была урожденной Астерманом. То есть он был правнуком канцлера Астермана. Легендарного Петровского канцлера Астермана. И после Астермана осталось два сына. Андрей Иванович и... Иван Андреевич и Федор Андреевич. И как раз оба были бездетными. И вот в 1996 году они только встретились, близко познакомились. И решили отдать свой, передать свой титул, поскольку понятно, что надо кому-то титул было передавать. А у них наследников никаких не было. Вот. И решили, что это достойный кандидат, полковник. И он им сразу понравился. Понравился, да. Они его первый раз увидели, и у них, у обоих братьев, сомнений не было, что он единственный, достойный из всех, так сказать, их родственников. И это, конечно, изменило как бы чашу весов. Он сразу же в высшем петербургском свете стал очень хорошо котироваться. За несколько дней до смерти Екатерина подписала указ о том, что он становится графом Астерманом Толстым. Стал наследником огромных таких вот, ну, можно сказать, латифундий, майоратов, которые у братьев были. И сразу же изменилось резко. Ну, до этого все-таки средства у его отца, Ивана Матвеевича Толстого, хоть он и был генерал-поручиком, но были ограничены. Хоть он и принадлежал там хорошим, лучшим семьям России, но средства были ограничены. А тут он становится одним из богатейших женихов. Даже на Западе говорили, что по богатству граф Астерман Толстой может соперничать с королями некоторых государств европейских. По богатству. Которые вот вдруг, как говорится, неждадно, вместе с наследством, ну, от братьев Астерманов, было ему передано. И получается, что нет тридцати, он сделал практически карьеру, он богат, знатен. Казалось бы, чего еще надо? Да. Ну, и Сидим. Называется, шеф, назначается уже при Павле Первом шефом Шлиссибургского мужскитерского полка. И, ну, прослужил он в этой должности немного. С шефом он был где-то 2-3 месяца. И уходит в отставку. Переводится к определению статским делам. И до 801 года не служит. Ну, видимо, вот вся атмосфера Павловского царствования, там где-то около 3 тысяч офицеров и генералов, ну, 7 фельдмаршалов было уволено. Вот как бы способствовало тому, что то ли он добровольно, то ли недобровольно. Ну, во всяком случае, он при Павле не служил. Не служил, вышел в отставку. И как только пришел Александр Первый, а тогда вот эта вся масса отставников, она была вновь принята на службу. Другое дело, что он был принят по армии, то есть без должности находился. Но слишком много вот претендентов сразу же возникло. Ведь все эти места заполнялись при Павле, рано или поздно. Многие карьеру сделали очень хорошую. Там получали по два-три чина за период этого царствования. Вот. И он долгое время находился без должности. Ну, участвовал в 805 году в поход в Гонавер. Небольшой там. В Померанию. В Померанию, да. Не дошли, поскольку случилось уже стерлицкое поражение наше. Вот, войска русские вернулись. А принял участие он в первый раз, в общем-то, в 806 году. В 806 году. Это армия Бениксена, генерала Бениксена. После того, как пруссаков немцы, французы повергли в полное уныние. Даже не уныние, а фактически Пруссия перестала существовать. Русские войска оказались один на один с французами. Именно в Восточной Пруссии и в Польше. И вот под городом Черновым, армия под командованием Каменского. Каменский выслал вперед авангарды на реку Нарев. Вот. И один из таких авангардов возглавлял уже он. Он уже был командиром 2-й дивизии. 2-й дивизии, да. И получил чин генерала-лейтенанта. И вот под Черновым, под Черновым, он столкнулся с целым корпусом маршала Даву. Железный маршал Наполеон, один из лучших, считается, полководцев среди маршалов. Вот. Он достаточно успешно сопротивлялся. И за бой под Черновым получил Георгия 3-го класса. Святого Георгия 3-го класса. Это была очень высокая награда. Луи Николя Даву, маршал Франции с 1804 года. Служил в Рейнской армии в чине бригадного генерала. Даву участвовал в египетской экспедиции и командовал кавалерией итальянской армии Наполеона Бонапарта. С 1805-го командир корпуса, активный участник всех наполеоновских войн. В 1812 году командовал 1-м армейским корпусом Великой армии. Даву руководил обороной Гамбурга от русско-прусских войск и имел прозвище «Железный маршал». Был единственным наполеоновским маршалом, не проигравшим к 1815 году ни одного сражения. После этого армия Бениксена сражалась при Прейси-Шилау. Это уже кампания 807-го года. В январе месяце зимнее сражение. Он командовал левым флангом русской армии. То есть он занимал достаточно видное положение. Но вот с этих пор он к Бениксену относился очень плохо. По многим причинам, но относился очень плохо. При Прейси-Шилау он командовал левым флангом и был ранен в ногу при Гудштадте. После этого уже в кампании 807-го года он участия не принимал. Но сохранил на всю жизнь к Бениксену неприязненные отношения. И вообще как бы он всегда не любил обилие иностранных генералов, иностранных адъютантов при русских штабах. Это же ему принадлежит фраза. Вы это Мундио снимете, а для меня это кожа. Это позднее, да. Это позднее. А все равно характеризует он. Да, для меня это кожа, безусловно. Многие считали его лидером русской партии. Некоторые историки считают его лидером русской партии. Ну, в какой-то степени да. Но почему он ушел в отставку в 1810 году? Это в первую очередь, наверное, связано с тем, что в 1809 году был издан приказ о производстве в полные генералы Багратиона и Барклая-де-Толли. И это вот послужило таком толчком для очень многих генералов, которые были старше Барклая-де-Толли. А в одночасье за отличие он получает чем полного генерала, а они остаются в младших генерал-лейтенантах. И для него это было, ну, как бы, унизительно, наверное. Унизительно в какой-то степени. Даже, ну, не знаю, обычно, ведь многие писали, там, докторов, Платов подали тоже прошение. Их оставили. А прошение Астермана Толстого подписали. Ну, подписали, значит, неугодно государю-императору служба моя. Вот и все. И докторов так и писал, что, чувствуя, что неугодна моя служба, прошу АПШИТ, то есть отставку. Но доктор его уговорил. Уговорил Александр Первый, да, уговорил. Не давать этого иск, обещал ему, как бы, следующий чин. И Платову тоже обещал. Докторов-то из-за того, что он был уже генерал от инфантерии. Он еще не был генералом, он генерал-альтенантом был. Когда Барклай получил, и вот он подал тоже в отставку. Ему получил генерала от инфантерии. То есть ему как-то компенсировал. Хотя должность у него оставалась все равно командир корпуса. Ну, им же важно было вот эта табель о рангах, где они находились. Военным всегда это было важно. Да, безусловно, безусловно. Вот он подал в отставку. Мало того, он неприязненно относился, порицал к Келезийскому мир. Естественно, это Александру Первому. Почему Александр Первый подписал? Потому что ему не нужны были оппозиционеры. Да, и он не скрывал это особо. Но он особо не скрывал этого, да. А что-то можно сказать по поводу членства его в масонских ложах? В масонской ложах, точнее. Ну, надо сказать, у нас это нелюбимая тема всегда была, особенно в советское время. Да, ну, все. Дело в том, что многие военачальники, Суворов был членом масонской ложи, Кутузов, там, шведская ложа, там, иначе. Ну, скажем так, тогда это модно было. Модно было. Вступали в эти общества. А что эти общества? Что там? Какое-какое имя? Это один из способов делания карьеры. Если верить тем, как говорится, работам по исследованию масонства, то в то время масоны как раз идеи были очень хорошие. Это объединение, идея объединения всей Европы. Всех государств Европы, христианских, по крайней мере. Объединение, мирное сосуществование, они допускали войну, но как средство для пресечения чьих-то попыток ее развязать. И, так сказать, превратить ее в крупномасштабное событие. Вот в этом плане они войну признавали. Но они не были за, так сказать, какие-то там революции, свержения и так далее, и ликвидацию монархии. Я бы тоже не стал искать масонские следы каких-то там. А потом, извините меня, у нас нет документов масонских? Где протоколы заседания масонских лож? Где протоколы мудрецов масонских? Ведь мы вот даже о Кутузове, мы узнаем из, ну, будем говорить, воспоминаний каких-то масонов, которые участвовали в траурных заседаниях своих лож, посвященных, значит, смерти Кутузова. А почему? Потому что Кутузов был очень высоко по вот этой иерархии масонской. Он не дошел до верха. Но где-то он был там на девятом, что ли, уровне, если мне память не изменяет. Это очень высоко. В руководстве масонскими ложами. А так, мы ничего не знаем. Александр Иванович, он просто пытался вот найти свое место. И не думая, что он там был таким уж очень активным масоном, вот с точки зрения... Ну, посещал наверняка заседание лож, ну и что? Так это весь круг его как бы посещал, поэтому... Вся высшая знать России состояла в масонских ложах. То есть, можно сказать, что он не мог не состоять по тем временам, если что-то хотел. Ведь в большинстве своем это был вот такой мужской клуб, где делали карьеру. Клуб был. Мужской клуб, где делали карьеру. Ну, это как вот членство в КПСС, грубо говоря. Условно, конечно, условно. А, можно сравнить. Ну, если ты не... Это был массовый клуб. Ну, если ты не член, значит, ты, значит... Ну, это на карьеру влияло. Влияло на карьеру, да, безусловно. Вот с этой точки зрения многие шли туда. Когда вот русская армия из Дрийского лагеря отступила, ему поручили командовать 4-м корпусом как раз сражение при Островне. Это 7 километров где-то от Витебска. Барклай ждал, что к этому моменту где-то в районе Оршик произойдет соединение 1-й и 2-й западной армии. Русские войска пойдут в наступление против французов. И для этой цели он как раз выдвинул этот корпус, чтобы задержать продвижение французов и дать возможность Багратиону беспрепятственно подойти к 1-й западной армии. Но этого не произошло. Но вот как раз знаменитая фраза это... Ибо что такое контрнаступление по определению? Это переход из обороны. Виктор Михайлович, что-то, щеголел знаниями тактики. Так вот, определение говорит как? Что контрнаступление – это результат активных действий отступающего, которые привели к остановке или к приостановке наступления неприятеля и к переходу после остановки в контрнаступление. Вот у Барклая было желание остановить. За это время подойдет Багратион со своей армией. Силы будут достаточные, ну, по данным разведки. И, соответственно, можно будет перейти в контрнаступление. Багратиону не дали выполнить эти расчеты Барклая. Он не успевал. То есть неприятель тоже не глуп был. Он делал все, чтобы затормозить, не дать возможность соединиться. Ну, как Наполеон сказал, я сделаю все, чтобы Багратион и Барклая не встретились. Но они встретились под Смоленском, правда. А вот как раз под Островно, знаменитая фраза, она непонятна, на самом деле, наверняка будет нашим современникам. Потому что, когда спросили, а убийственный огонь французская артиллерия открыла. И когда, значит, подчиненные говорят, ну, несем потери, мол, что делать? Стоять и умирать. А это была, как бы, вот, заданность и умонастроение того времени любого офицера. Ну, приказано умереть, умрем. В ордену. Он командовал корпусом, тем же четвертым. Первоначально он находился на правом фланге вместе с третьим корпусом Багавута. И, фактически, ну, сражение само так было построено, что... В степенду вводились его батальонами. Тогда батальонами они вводили. Его войска перебрасывались. В центр и на левый фланг. И на левый фланг, где стояли войска. В самом на левый фланг. Да. Фактически, скажем, на Утицкий отряд, если да. Ну, на Утицкий Багавут пошел. Да, да. А он прикрыл корпус Раевского. Да, Раевского. И там получил контузию, в общем-то, ну, достаточно хорошо себя вел. С точки зрения командования там и корпус понес большие потери. Ну, там все корпуса понесли большие потери. Да, так что тут... Потому что, ну, стояли и умирали. Общая ситуация. Стояли и умирали, да. Тут ничего не скажешь. Ну, дело в том, что уже, как бы, Кутузов был назначен главнокомандующим. И вот его роль, наверное, особо надо оценить во время военного совета, заменитого военного совета в Филях. В Филях. Да, решался вопрос. Он немножко припоздал, но встретил в штыки все речи, которые произнес Бениксен. Там, конечно, с одной стороны была позиция Барклайда и Толли, который предлагал оставить столицу. С другой стороны, Бениксен, который как мы можем оставить древнюю русскую столицу, святыню русскую. Военный совет в Филях деревни под Москвой Кутузов собрал после Бродинского сражения 13 сентября, чтобы обсудить вопрос, давать ли сражение под Москвой или оставить город без боя. На совете присутствовали Барклайда и Толли, Бениксен, Докторов, Ермолов, Коновницын, Кайсаров, Остерман-Толстой, Раевский, Толь и Уваров. Выслушав полярные мнения участников совета, Кутузов принял решение оставить Москву, взяв на себя всю ответственность за такой шаг. В журнале военных действий о военном совете в Филях записано. Обратясь к членам, Кутузов сказал, что с потерянием Москвы не потеряна еще Россия, и что первой обязанностью поставляет он сберечь армию, сблизиться с тем войском, который идет на помощь, и самим уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Его роль, наверное, особо надо оценить во время военного совета, заменитого военного совета в Филях, когда решался вопрос. Он немножко припоздал, но встретил в штыки все речи, которые произнес Бениксен. Там, конечно, с одной стороны была позиция Барклайда и Толя, который предлагал оставить столицу, с другой стороны Бениксена, который как мы можем оставить древнюю русскую столицу, святыню русскую. Ну, там уропатриотизм был. И он как раз резко как бы выступил против, ну, во-первых, то, что у него родственные связи с Кутузовым были, он чувствовал, куда гнет и какую ленью занимает Кутузов, я думаю, он и сам решил бы. Да, и плюс ко всему, он как бы... Он официально присутствовал как командир корпуса, поскольку были собраны командиры корпуса. Ну, Москва – это не вся Россия. Дело в том, что он один из немногих, который поддержал решение об оставлении Москвы. Причем однозначно поддержал. Выступил против Бениксена. И поддержал Барклая. Вот видите, какая сложная ситуация. Можно было бы его заподозрить, что он выступает ради того, чтобы насолить Бениксена. Но он же повторил слова Барклая, которого тоже, в общем-то, удовольствие ему не составлял своим видом. Нет, нет, нет. Так что вот здесь очень много. И плюс Кутузов еще. Ну, Кутузов не высказывал своего мнения. Кутузов высказывал последнее, а по существу подытожил. По существу, опять же, идея Барклая восторжествовала. Даже если Кутузов заранее, как некоторые пишут, принял это решение об оставлении Москвы. Но мудро подвел. Мудро подвел. Ну, все равно в такой момент, конечно, какие-то амбиции не так сильно влияют. Люди смотрят по-другому. Конечно, конечно. Если это честный человек, и вещь идет именно о спасении Отечества, он думает уже совершенно о другом. Очень многие генералы же переживали о оставлении Москвы. Ну, не все же вот так поступили. Возьмите вы Ермулов. Опять же, сначала решение принял защищать, вроде бы. А потом в своих записках писал, да вроде того, меня неправильно поняли. Что я не это имел в виду. Ну, это... Ну, Кановницын и докторов, они действительно как бы переживали. Как так? Мундир носить не стоит после этого. Ну, вот в письмах. Ну, они действительно как бы переживали из-за того, что вот не смогли убедить других членов Совета в том, что Москву надо защитить. Ну, это было вот такое. А у Астермана Толстого, ну, все-таки прагматичный расчет о том, что главное это не Москва, а главное это победа в компании. Россию спасать надо. Россию можно таким вот образом. Главное сохранить армию. Если почитать Ивана Ивановича, Ложечникова, его адъютанта, правда, послевоенный период, но все равно очень много интересного. Ну, Астерман, как и любой другой генерал, в военное время, в походе, жил, естественно, в палатке. И вот очень интересно, например, Астерман, оказывается, очень любил животных. Да. И рядом с палаткой был медведь. Он был на цепи. Охот. Но Астерман любил беседовать с медведем. У него жил в палатке, когда не стало медведя, у него жил Белый Орел. И он с ним тоже беседовал. Могут некоторые подумать, что это какие-то завихрения у него, так сказать, с головками. Ну, вот он так, ему это нравилось. Он предпочитал это беседам с кем-то другим. Ну, и потом вот этот эпизод с ранением в 13-м году. Ну, в 13-м это вообще считается... В 13-м, там же опять возникло вокруг этого события очень много споров. Очень много споров. Опять же, нашлись защитники, ну, потому что некоторые считали, что заслуга Кульма не столько принадлежит Астерману, сколько Ермолову. Ермолов командовал гвардейской дивизией, которая действительно входила в этот сводный отряд Астермана. Но принимал решение Астермана, на самом деле. Принимал решение Астермана. Но, да, и Ермолов, в принципе-то, соглашался с тем, что, видите ли, он, хотя он и говорил не так, а вот Денис Давыдов, как родственник Ермолова, осуждает за то, что Астермана вроде бы поставили выше Ермолова. Ну, так кому принадлежит заслуга, что Наполеона не пустили в богиню? Конечно, Астермана. Сражение под Кульмом 29-30 августа 1813 года. Битва русско-прусско-австрийских войск с французским корпусом генерала Ван Дамма под Кульмом в богине. Сражение длилось два дня. В первый день, 29 августа, русский корпус, в том числе и гвардия, под командованием графа Астермана Толстого, сдержало ценой больших потерь натиск втрое превосходящих сил французского корпуса. На второй день, 30 августа, французский корпус сам оказался в окружении союзных войск и был принужден к сдаче. На самом деле, это же событие имело такое знаковое значение. Ведь, если мы посмотрим, то в 12-м году русская гвардия участвовала только фактически, ну, в полном составе, более-менее полном составе, в Бородинском сражении. И то два полка фактически находились в резерве, хотя понесли потери, Преображенский и Симеоновский. В зоне огня, как-то. Находились в зоне огня, да. А тут, в 13-м году, единственное сражение, где гвардия действительно отличилась, по праву отличилась, это был Кульм. Причем ситуация была такая аховая. Ведь после смерти Кутузова, ну, фактически русские терпели, русско-прусские войска потерпели два поражения при Люцине и Бауцине. Потом последовало перемирие. И тут Дрезденское сражение. То есть, самая главная армия союзников перешла через Богемские горы, хотела у Дрездена захватить Дрезден, но тут появился Наполеон, и мы понесли потери. Причем Наполеон хотел сразу же сделать фланговый такой марш-маневр, отрезать всю эту армию союзников, но потом решил, что Дрезден важнее для него, и пошел на Дрезден. Но корпус Ван Дамма, 40-тысячный корпус, оставил. И вот этот корпус, когда русские, и австрийцы, и русские начали отступать от Дрездена, ну, в современную Чехию, корпус Ван Дамма имел возможность параллельной дорогой отрезать. Просто выйти на путь следования союзников, союзнической главной армии, Богемской армии, и разгромить их. Если ему помогут еще французские корпуса, которые преследовали эту армию от Дрездена. И, фактически, вот этот отряд Астермана-Толстого был поставлен, чтобы противопоставить, на всякий случай. Вдруг, неизвестно, чем он там будет делать-то. А ну, 17 тысяч, а у Ван Дамма 40 тысяч, понимаете? Да. Вот, и тем более он получил приказ от Барклая-де-Толли, он сообщал ему о том, что союзники отступают, и что если, значит, дорога, а там дорога шла на Теплиц, на Теплиц, не свободно занято французов, и вы можете отступать другой дорогой, но уже на соединение с главными силами. Но таким образом открывая тылы, тылы, тылы уже союзников. И там было, в общем-то, три таких генерала. Кроме Астермана, был еще Ермолов, командующий 1-й гвардейской дивизией, и Евгений Вертемберский, который был не очень в чести у Александра I, но считается одним из лучших русских генералов. Хотя и родственник. Да, хотя родственник, он не был в чести у Александра I. Вы Евгений имеете в виду? Да, Евгений Вертемберский, да. Принц Евгений Вертемберский. И вот Евгений Вертемберский первый сказал, что нет, вы как хотите, а я пойду пробиваться и защищать Теплицкую дорогу. Иначе могут быть катастрофические последствия. Ну, то есть волное окружение. Да, и Астерман тогда принял решение. Принял решение. Тут можно спорить до посинения, кто из них там прав, кто виноват. Но, тем не менее, это было решение Астермана. Весь этот корпус, который ему подчинялся, пошел и пробился, пробился на Теплицкую дорогу. Он пробился через французов. То есть для того, чтобы встать на эту Теплицкую дорогу, он должен был пройти через французские части, которые уже занимали этот путь. Он пробился и начал отступать. Фактически до Теплица оставалось 7 километров. И он тогда только послал Ермолова выбрать любую позицию приемлемую. И вот выбрана была Ермоловым позиция при Кунне. Позиция отвратительная, на самом деле, с точки зрения обороны. Но другой уже не было. Там уже искать нечего было. Но 7 километров и все. И французы выходили на дорогу, а войск еще союзников не было. Они еще с гор только спускались. Его задача была удержать корпус Ван Дамма. И Ван Дамм не стал дожидаться. Он сходу начал бросать. Вот часть подходит, он бросает его в бой сразу же. Но он считал, что там, какое он может оказать ему сопротивление, когда у него двойной перевес в силу. И вот тут русская гвардия показала действительно свои лучшие качества. Тут по праву, по праву, как бы бой к Кульмске – это слава русского оружия. Но в первую очередь для Александра I это была слава русской гвардии. Почему? Потому что гвардия действительно отличилась. Он гвардию любил, раз. А во-вторых, это сражение стало поворотным пунктом в кампании 13-го года. После этого Наполеон стал терпеть поражение за поражением фактически. А на каком этапе сражения Астерман получил ранение в руку? Ну, уже ближе к вечеру, где-то часа в четыре, наверное. Трудно, кронометраж никто же не вел. Да, там никто же не вел. Это же как Бородино. Потом уже принял командование Ермолов. Но к этому времени уже появились части, которые спустились с гор. Уже задача была выполнена. Задача была выполнена. Задача была уже выполнена. Фактически самая тяжелая часть он уже выполнил. И на следующий день уже как бы Ван Дамму противостояло значительно большее число войск. А параллельной дорогой спустился в русский корпус Клейста. В тыл Ван Дамму. Клейста, да. И судьба Ван Дамма была решена. Фактически этот сорокатысячный корпус перестал существовать. Ну, уже к тому времени половина его, считаете так. Так что Кульм это действительно такая знаковая была победа. Широзгром, да? Так нет, на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, ведь после Дрезденского поражения австрийцы были готовы уже выйти из коалиции. Выйти из коалиции. Они уже вспоминали, ага. Вспоминали, их бьют, бьют. Бьют, бьют, бьют. Ну, сколько можем, надо выходить быстрее. Ну, что это такое? И пусть русские убираются. А Ван Дамму был обещан маршальский жезл Наполеоном, если он задачу свою выполнит. Но его не поддержали французские и другие корпуса. Наполеон якобы там заболел дизентерией, значит, Ну, это уже не важно. Да, да, это не важно, потому что такие же условия были, если не хуже, у союзников. Но после этого, после этого ситуация стабилизировалась, и австрийцы до конца военных действий уже не помышляли о том, что они выйдут из коалиции. Самое главное. Когда он был ранен ядром, как это получилось? Ядро раздробило руку. То есть руку нужно было ампутировать срочно? Но она еще держалась на тканях. И вот тогда встал вопрос о том, что надо срочно ампутировать, чтобы не было заражения крови. Ну и, естественно, консилиум такой на ходу, врачебный. Врачи начали друг с другом по латыни изъясняться в присутствии Астермана. Ну, а присутствовавший здесь молодой врач, молодой хирург, сказал, чего вы вроде того говорите по латыни, когда Астерман прекрасно все понимает. Надо отдать должное. Астерман свободно владел языками европейскими. Но плюс к тому еще настолько здорово знал французский, что французы не верили, что он не француз. То есть у него знание абсолютное было, знание французского, в частности, языка. Но и латыни тоже. Вот мы говорили в начале о его образованности. Да, да, да. У нас нет, мы не можем сказать, кто его учил латыни. Вот там Иванов учил его латыни, там преподаватель. Нет таких сведений. Но де-факто получается, что он либо сам выучил, либо его научили. Самому сложно. И вот он говорит, режьте, вы мне, ты мне будешь отрезать руку. Ты. Поле. Он сидит на земле. Ну, может быть, на плаще, который подстелили под него. Боль, я думаю, нам трудно себе представить. Ну, да. Какая боль, какую боль человеку. Он терял сознание от болевого шока несколько раз. Потом снова, значит, сознание у него пробуждалось. На чем резать? На чем? Барабан. Барабан всегда в полевых условиях, в бою, самый надежный союзник. И он, прислонили его к барабану, и на этом, значит, ну, на барабане, можно сказать, ему отрезали руку. Он боялся, что, без наркоза же, он боялся, что он будет кричать от боли. Поэтому был поставлен хор песенников, Павловского, да? Да, Павловский. Павловский был в это время в составе дивизии гвардейской. Вот. И велено было им как можно громче петь. Чтобы не слышать. Чтобы армия не слышала. Да, да, да. Что он кричит. Мундир сохранился, да. И вот, ведь вы понимаете, мундир сохранился в государственном историческом музее, но памятник Кастерману был сделан, памятник, который он хотел, чтобы был поставлен, ну, на его могиле памятник. Памятник очень интересный. Фигура лежит, перед лежащей фигурой лежит отдельно рука на постаменте. Фигура лежит, облокотившись на барабан. Улавливаете, все одно к одному. Перед барабаном стоят часы, и на циферблате указано время, вот то, о котором вы спросили, когда он был ранен. То есть вот эта композиция, она стояла, гальванокопия с нее была в имении его подмосковном, Ильинское, известное место. Но, к сожалению, она пропала. После, конечно, ампутации, полной ампутации, он был отправлен в госпиталь в Пражский, но руку он не бросил. Руку он поместил в сосуд, заспиртовал, и, как пишет Ложечников, возил ее с собой. Покажи. Возил до 818 года, она его сопровождала, рука. И только в 1918 году, попав в родовое имение Астерманов, именно Астерманов, это ныне существующее село Красное, Сапожковского уезда, Рязанской губернии, существует этот район в Рязанской области. Он приехал в 1918 году и вместе со священником церкви пошел в фамильный склеп, положил руку, ну, спустился, естественно, положил руку на свободную полку в склепе и сказал священнику, рядом положите меня с рукой. Вот Ложечникова, он не велел ходить за ними, за ними в склеп, ты оставайся здесь. Он вдвоем со священником пошел, ну, как пишет Ложечников. Но Ложечников из любопытства допросил священника, о чем они могли там в склепе говорить. И потом он видел, что Астерман вернулся, поднялся оттуда, оставив сосуд с рукой там уже внизу в склепе. Ну, естественно, возникает вопрос у наших нынешних кладоискателей и, так сказать, тех, кто занимается биографией Астермана, а куда делась из склепа рука? Сказать невозможно, однозначно заявить об этом. К счастью, склеп не был разорен в 1930-е годы. Сейчас храм действующий, и нынешний настоятель храма не пускает туда исследователей, ну, в основном, это, конечно, любители, исследователи, энтузиасты, изучающие биографию Астермана. Он не пускает туда в склеп для того, чтобы посмотреть, а где же сам Астерман, похоронен он там или нет. К сожалению, наша программа не может охватить всю выдающуюся личность этого человека. Да, я бы хотел только кратко упомянуть, даже не остановиться, а упомянуть о двух эпизодах. После отставки это был, у него произошел конфликт с Николаем, в его доме на набережной даже некоторые декабристы там как-то вот скрывались. Потом он уехал за границу. Ну, не думай, что у него был конфликт. Явного конфликта не было с Николаем. Он просто сдал, дело в том, что ведь он был действительно, нельзя сказать, что вот самодержцы его вот обходили, обносили там, ничего подобного. Он получил сразу же, Георгия Закульм по праву получил, Георгия второго класса. Второго класса, всех классов. А Ермолов не получил, вот тут и началось. Да, да, да. Сторонники Ермолова начали капать. Но, извините, по праву все-таки... Он по праву, тут не должно быть. Ему предлежит фраза, что я, значит, вот за честь командовать гвардией потерял всего лишь одну руку. Я доволен. То есть, не, на самом деле, и после этого он назначен был генерал-адъютантом, командующим гранадерским корпусом, там, с 16-го года по 26-й, шефом Павловского гранадерского полка. В то время как, в то время как, должность шефа была упразднена в русской армии. Только для лиц царствующей фамилии осталось. А он оставался с 15-го по 25-й год шефом Павловского гранадерского полка. И вот, некоторая обида могла быть в том, что его сняли с шефов. В 25-м году Николай назначил шефом своего наследника. Вот это ему было обидно. Но он не показал. Да, будущего императора Александра Второго. Он не показал это. Ну и потом, в 26-м году он уже весь израненый. Там уже и пули на вылет, и одно ранение, и второе ранение. Но я думаю, что он очень надеялся на то, что будет командовать русскими войсками во время русско-турецкой войны. Он назначения не получил. И после этого, в 30-м году, он как раз и написал прошение о том, что ему разрешено было жить, путешествовать за границей. Он путешествовал по Европе, по Ближнему Востоку. Он путешествовал под фамилией полковника Иванова. А в 35-м году был поставлен в Кульме памятник. И Кастерман получил награды и от прусского короля, и от австрийского короля. И от российского императора тоже. В такой ситуации позднее всех. Российскому императору деваться было некуда. И, конечно, он посылает орден ему Александра Невского с одним из великих князей, который в это время едет в Европу. Интересная ситуация. Есть дневник, хранится у нас в архиве Российской Федерации. В дневнике великого князя написано, что он посетил Астермана в Женеве. Для того, чтобы вручить ему знаки ордена. Однако дочь сказала, что отец болен и принять вас не может. Вот куда делся знак этого ордена, который он вез, чтобы вручить, это тоже загадка на сегодня. Ну, пусть хоть что-то загадками останется. Ну, загадок всегда много. Ну, загадок, самая большая загадка, где он погребен. На самом деле. Его могилы на сегодня не существует. Я благодарю наших уважаемых коллег за столь интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы, конечно, прощаемся, чтобы встретиться вновь через неделю для того, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.